банкуют по этой теме чекисты, а они может быть просто с Ивановым договорились о том, что он сотрудничает со следствием то, что у них называется и вот он сотрудничает в рамках сотрудничества со следствием, ну у тебя всегда есть возможность свои просьбы какие-то высказать дескать, давайте не надо меня там поласкать, так сказать, да, как вы любите помните же, они же очень любят там показывать вот эти кадры обысков, там золотые унитазы значит, эти пачки денег, извлекаемые из сейфов, вот и он мог это выставить частью сделки, и они, конечно на эту сделку пошли, потому что для них его показания, конечно, гораздо важнее, чем, так сказать, возможность по телевизору все это показать, по телевизору это можно показать и потом будет в любой момент, так сказать вот то есть, может быть, это вот без политически, ну в этом нет, так сказать политики а может быть, это политическое решение Путина, который решил, что он пока еще окончательно так сказать, не принял решение увольнять Шойгу может оставить его в правительстве потому что, если ты решил оставить его в правительстве то пиарить эту тему, конечно глупо, это реально сферлять себе в ногу то есть, ты подогреваешь, так сказать, ожидания, а потом не делаешь того шага, который естественный, в окружении министр процветает коррупция, да а ты этого министра берешь и прямо тут переназначаешь, в момент, так сказать, когда скандал разгорелся, ну это крайне нелогично вот, и понимая это, Путин мог сказать так, придержите пока тему, дайте подумать еще не исключено, что он оставит Шойгу, хотя, конечно глядя на то, какой мощный удар по нему с двух сторон, причем через Министерство обороны Иванов, ближайший подельник Шойгу еще плюс через Московскую область, которая, как известно тоже лербища клана Шойгу, да Воробьев, который управляет областью ну, один из самых близких к Шойгу людей вот, а там арестовали буквально на следующий день после Иванова арестовали первого вице-премьера областного правительства она до конца марта была на этой должности потом она уволилась и вот, не прошло буквально месяца и ее арестовали вот, то есть это уже не случайность да, где, ну там не с одной стороны зашли, да а уже с двух сторон его обложили чекисты Патрушев, конечно, в первую очередь да, они, но опять же не без отмашки Путина, конечно вот, это такие вещи без одобрения Путина, конечно же не делаются да, Патрушев его сожрал, да значит, ну Патрушев никогда не любил Шойгу, тот всегда, так сказать претендовал все-таки на место на самостоятельное место место около, так сказать, солнца вот, и всегда вел себя самостоятельно чекистам, которые постоянно расширяются постоянно, так сказать, подчиняют себе все новые и новые сферы но им не нравится, когда кто-то то есть, если кто-то им не, так сказать не подчинился и не присягнул, да он сам, даже если он себя ведет дружелюбно но самим фактом своего существования как независимый, так сказать, островок, да он уже, как бы, является оскорблением для них, да как они говорят если вы не сидите, то это не ваша заслуга а наша недоработка вот эту недоработку Патрушев так сказать, сейчас пытается исправить, ну плюс, исторически всегда есть институциональный конфликт между службами и, значит, армией он есть, это не любовь, есть вообще везде во всех странах но в таких авторитарных теперь уже даже тоталитарных практически тоталитарных государствах каковыми является Россия путинская ну, понимаете тут этот конфликт, ну, уже слишком ну, вернее, не конфликт, а латентный конфликт не любовь они очень сильны да, вот спецслужбы там со времен Советского Союза, так сказать, исторически там, очень глубоко проникли в структуру армии там везде, значит сначала комиссары, там политруки, значит вот эти ну, то есть партийные, да значит, вертикали плюс спецслужбистская вертикаль которая проникает глубоко вот в армии в недра армии она раздражает военных, конечно военные это не любят те, естественно по долгу службы они обязаны находить какие-то заговоры какие-то там недоработки там, да они они глубоко залезают роют там вынюсивают что-то там сидит он с тобой пьет вроде бы, да а потом пойдет ты разокровенничался он пойдет настучить ну, такая известная история поэтому это не только личный конфликт Патрушева с Шойгу, да даже не конфликт а просто не любовь я бы сказал там Шойгу не конфликтовал с Патрушевом просто он не был там полностью так сказать под ней вот это это еще и институциональная вот эта составляющая есть ну и вот они так сказать усиливаясь они реализовали значит свои планы так сказать расширят вот эту ну там экспансии вот планы относительно политической экспансии надо понимать что даже если сам Шойгу сидит это будет бледная тень так сказать того министра которым он был значит все новые замы которые придут на место уволенных там они все будут понимать уже будут понимать что Шойгу так сказать их не спасет не прикроет раньше было как служи Шойгу и он все твои проблемы решит а теперь все понятно что не решит и сольет как слива Иванова и поэтому они формально подчиняясь Шойгу на самом деле будут постоянно смотреть в сторону аппарата Совбеза не донесется ли оттуда чего-нибудь и если что-нибудь донеслось то это для них более важное будет чем даже так сказать недовольство Шойгу то есть лучше Плэс Шойгу будет недовольный в крайнем случае уволит чем Совбез который после этого посадит то есть Шойгу превратится в такого зиц председателя и реальным хозяином положения ровно настолько насколько они захотят может быть Совбез не сильно будет хотеть туда вникать влезать в оперативное управление не знаю но возможности у него будут рулить там такое внешнее управление можно будет вести над Минобороны управлять Минобороны будет внешняя структура аппарат Совбез в этом смысле они добились ну очень серьезного успеха тут Юлю особенно стоит обратить внимание на информацию она правда пока так сказать в виде слухов но все-таки источник солидный по поводу того что это не коррупция а в реальности ему шьют госизмену потом я знаете подумал он очень ушлый Иванов это надо понимать и он совершенно не ну просто глядя на его стиль жизни ты видишь что он совершенно не вот этот зашоренный с выпученными глазами патриот недугим какой-нибудь и и он в принципе понимая куда все это катится будучи человеком так петушлым может быть он каким-то образом начал там протаптывать себе на будущее дорожку какую-то понимаете ну так сидеть же не хочешь ты понимаешь что он же молодой ну то есть Путин может быть дотянет до конца таких своих дней даже да во власти совершенно не исключено и ему там Гага не грозит но всем кто моложе его Гага грозит с высокой степенью вероятности и а ему ну понимаете зачем сидеть ты ему не хочешь и может быть он вот начал что-то делать и его на этом поймали и это выдаются так сказать госизмена не исключаем тут самое главное это то что госизмена на таком высоком уровне пока еще у нас не фигурировала то есть это же через одно рукопожатие так сказать Путин уже то есть Иванов очень близок к Шойгу а Шойгу до последнего был очень близок к Путину то есть это реально тот самый получается наступает 37-й год который они долго призывали так сказать на головы оппозиционеров и вот наконец он приближается и приближается именно в том виде каким 37-й год и был 37-й год это год как раз когда новенклатуру в том числе и силовую массово начали и так сказать все эти репрессии в отношении простых граждан крестьян коллективизация и так далее все это было гораздо раньше вот и и поэтому вот это это уже такая новая реальность складывается да если пришли к ближайшему сподвижнику одного из внутренних ну членов вот этого внутреннего так сказать путинского круга полюбюро это значит вообще кому угодно могут прийти и предъявить не какую-то там коррупцию как на керунду да а измену родине то есть то что по нынешним меркам ну за это полагается смертная казнь если не юридически так сказать то паникейно чекисты выбрали момент крайне невыгодный для Шойгу и крайне выгодный для них самих и ну всех тех кто пытается не допустить его переназначения и Путин опять же дал добро на реализацию этого сценария прямо сейчас в преддверии назначения правительства да поэтому ну этот фактор тайминга тоже надо иметь ввиду это не то что знать она съездила и там через неделю по горячим следам узнав об этом тут же там то есть побежали и начали всю эту операцию делать нет история лежала 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 царушники может быть подкатывали да это было зафиксировано но выстрелило только через вот такой длительный промежуток это вот то что Путин разрешил прямо под выборы все это реализовать значит ну под выборы прямо под переназначение правительства решил его ослабить но при этом по телевизору это дело не показывает свернули то есть это уже скорее аргумент в пользу того что Путин еще окончательного решения не принял и не хочет загонять себя так сказать вот в рамке обстоятельств из которых он не сможет вырулить вот и самое главное это то что уволить министра легко и даже это будет популярный шаг в армии там этому очень обрадуется наконец так сказать Путин за этих коррупционеров взялся может сейчас наконец-то там идет порядок вот но ключевой вопрос что дальше дальше будет очень серьезная проблема он назначит следующего министра например это будет Дюмин ну про него говорят и после этого Путин потеряет возможность с министра что-то спрашивать на протяжении ну как минимум года то есть у Дюмина будет алиби там не получается это это ну потому что Владимир Владимирович вы же знаете они все развалили все разворовали так сказать предшественники я сейчас конечно пытаюсь исправить но тут такая махина огромная в один день не получится пожалуйста дайте еще время и ты его даже уволить не сможешь что бы он там не творил после этого потому что когда ты увольняешь министра во время войны один раз ну это еще туда-сюда хотя тоже конечно это свидетельствует что твои утверждения что все идет по плану ну они как бы как минимум там можно их поставить под сомнение а если уж ты начинаешь каждые полгода там или даже каждый год министров менять и это уже будет выглядеть как ну как вот помните поздний Ельцин вот это так называемый кадровый чехарда да который воспринимался как одно из самых ярких свидетельств того что значит режим разложился он там не знает куда идти куда двигаться мечется истерит там меняет людей снимает одного назначает другого снимает другого назначает третьего да перекладывает ответственность так сказать на подчиненных ну то есть после этого утверждать что все идет по плану уже точно значит не получится а это очень важно будет очень серьезная проблема с точки зрения общественного мнения то есть пока значительная часть людей еще сохраняет лояльность по отношению к войне к СВО хотя этот уровень лояльности снижается но еще надеясь что ну вот ну Путин же говорит что скоро-скоро так все идет по плану ну может скоро вот победим все-таки да а когда окончательно станет понятно что все никакой там победы и не пахнет они там мечутся сами не знают что делать там переставляют там людей значит каждые полгода министров меняют но после этого значит это все конвертируется в конкретное антивоенное настроение вот эти ждуны так сказать которые ждут конца они просто начнут быстрый переход в сторону антивоенных в антивоенный лагерь вот и поэтому для Путина вот сейчас Шойгу он как бы подвешен его в любой момент можно уволить Шойгу это знает и там подпрыгивает бегает светится толку видимо не очень много но тем не менее старается а значит вот Дюмин он будет себя вести ну чуть по-другому то есть у меня нет оснований сомневаться в лояльности Дюмина он лоялен но тем не менее рычаг в отношении нового министра у Путина будет так сказать более короткий если можно так выразиться и вот это понимание вот этого факта я думаю сдерживает Путина вот это как раз аргумент в пользу того что может быть он Шойгу и оставит то есть министра надо менять ситуации когда все худшее уже позади ты знаешь что дальше будем наступать побеждать так сказать все будет хорошо тогда да тогда все скажут ну вот отлично наконец-то так сказать принял правильное кадровое решение и все все пошло вперед все в гору так какой молодец Владимир Владимирович разобрался так сказать во всем а если ты сейчас украинцы начнут получать оружие да и вполне возможно продвижение российской армии замедлится или вообще встанет и тогда получится что при Шойгу полгода так сказать наступали пришел Дюмин а наступать прекратили то есть получается что Путин министра который кое-как с проблемой разобрался и стал более-менее эффективным заменил на неэффективного министра это значит кадровая ошибка вот я думаю поэтому Путин всю ситуацию еще так завесил так сказать по телевизору не показывайте он я думаю еще думает пытается все минусы и плюсы от этого дела взвесить несколько факторов в этой истории может быть Шойгу уже настолько эградировал и разложился что все остальное блекнет на этом фоне надо менять кровь из ног но но если все-таки это не так и он по-прежнему более-менее тот самый Шойгу что был год или два года назад то тогда да тогда может быть это как раз сыграло что вот время худшее позади впереди только успехи поэтому можно эти успехи подарить тому кто а вот кстати может быть Дюнн как известно один из кандидатов приемники причем такой реалистичный вполне да поэтому может быть вот именно и с дальним прицелом все это будет сделано Шойгу не может себе позволить не не демонстрировать успехов потому что пока-то он министр ему надо демонстрировать успех что Владимир смотри я вот научился я побеждаю поэтому зачем тебе менять лошадь такую которая везет понимаете поэтому для него это не выход то есть этот выход о котором мы сказали он как бы складывается так сказать в целом сама конфигурация такая но это не для Шойгу выход ему надо демонстрировать результативность значит до последнего момента пока не арестовали Сергункова первый зам предправительства это все-таки очень серьезный человек это не случайная фигура вот поэтому и особенно понимая что удар идет по Шойгу со всех сторон вполне возможно что судьба Воробьева будет печальной то есть сам Шойгу может быть еще сохранит свое место а вот все кто вокруг не вовсе прилипало включая Воробьева Иванова ну и будущее как раз может быть мрачным я хотел к более давней истории обратиться когда Иван Грозный помните трюк провернул с Симеоном Гулатовичем временно посадил его на престол сделав как Путин Медведева сделал в какой-то момент вице-председателем ну вот Иван Грозный сделал это Симеоном Бекулатовичем а потом он Симеона Бекулатовича снял сам вернулся на престол но Симеон Бекулатович самого не тронул отправил там какую-то там какие-то земли поместья если в Астерской области там ему отдал и тот до смерти спокойно жил а вот всю там всех его приспешников там Думу которая у него была у Симеона Бекулатовича их всем голову посрубал ну вот поэтому может быть Путин будет действовать в той же самой логике он же все больше впадает в или как Сталин помните любил тоже значит членов своего ближайшего круга их окружений в некоторых случаях даже членов семьи там Смолотова было самих не трогать и смотреть как они там будут крутиться как уже на сковородке Путин все больше впадает по мере взросления уходит в историю все больше пытается воспроизвести какие-то времена царя гороха и может быть он приближается к этому экипажу поведения которое раньше для него было не характерно но сейчас вполне возможно оно станет типологическим и в этом смысле конечно Воробьева ловить нечего к тому же этой зимой он серьезно подпортил Путину компанию Подмосковье было одним из самых громких регионов которые замерзали его к счастью не далеко не только он один замерзал замерзали города по всей территории России от находки до Калининграда но тем не менее Подмосковье громко звучало и поэтому поэтому у него и без того позиции пошатнулись может быть это один из аргументов тут всегда не бывает чтобы один такой фактор включен вернее бывает иногда но чаще это совокупность факторов накопилось и этот был один из них то есть ладно Шойгу понаставил людей везде воруют но если по чину так сказать и при этом соблюдает основные правила игры то есть хозяйство валиться не должно так сказать дворовый не доводи до коллапса а если во время избирательной кампании организуешь коллапс ну так извини подвинься вот так что наверное по подмосковью мне больше сказать нечего если говорить о большом правительстве то ну конечно до последнего момента глядя на то как Путин переназначает вот сейчас идет процесс переназначения губернаторов там откровенно провалившихся в том числе эти по башкирского хабирова значит все равно отправляют на следующие сроки ну я бы сказал что он настроен консервативно он собственно говоря сам же это сказал после окончания выборов он в какой-то момент говорил что не будем спешить так сказать до назначения нового правительства есть время два месяца спокойно посидим по товарищески там вот слово по товарищески звучало обсудим все варианты прокрутим в целом администрации правительства работают эффективно по-моему как-то он так или справляются но он дал позитивную им оценку вот по совокупности всего этого опять же глядя на то что за предыдущий два года он практически никого не менял кроме военных которых он опять же не то что сильно менял а по кругу угонял снял Лапина вернул Лапина снял Суровикина вернул Суровикина потом после Пригожинского мятежа опять снял но не посадил но он стал уже такой сентиментальный для него они все уже какие-то более-менее свои да они то есть вот если раньше выбираем между народом и бюрократией он предпочитал народ 25 лет назад то сейчас очевидно если вспомнить последние годы вот эти прямые линии там вообще не было такого чтобы он с кого-то то ради чего все эти прямые линии привыкли смотреть когда он в прямом эфире с бюрократов снимает стружку а тут вообще ничего такого не было ну то есть видно что он не хочет уже по жалобам этих голодранцев уважаемых людей эти дербан перебить ну как-то не хочется он уже перестал быть плебисцитарного типа лидером который правит опираясь на общественное мнение поверх голов элит он таким был четверть века назад а сейчас он значит просто главный бюрократ страны это не доставшиеся в наследство ему от Ельцина старые элиты которые не его это уже его элиты он их подбирал если не он лично кого-то подбирал то все равно выстроена им система кадрового отбора их отбирала Миронов помощник президента по кадрам Кириенко со своими школами губернаторов и прочими там лидерами России вот и проверяли там назначенцев чекисты его же чекисты то есть это уже детище его его системы и они для него в этом смысле так вот достаточно близки и в общем до последнего до того как Тимура Иванова арестовали я бы сказал что наверное вообще подавляющее большинство министров ну значительное большинство министров и премьер в том числе сохранят свои должности но теперь когда вот он за Иванова взялся хотя опять же без пиара так сказать да ну я уверенно это утверждать не могу то есть на какие-то движения он все-таки еще способен вот тут обращают на себя внимание идущая такая ренационализация по поводу которой он недавно и на съезде РСПП так сказать высказался вот если ее делать если она у него в планах стоит системная тогда ну логично убрать Мишустина потому что Мишустина все-таки ну такой рыночник да и поставить премьером Белоусова чтобы уже тогда не вот не сидеть так сказать между двумя стулями рискуя провалиться там между ними а ну сесть на один стул крепко так сказать да вот стул государственности так сказать как ястребы хотят да ну раз воюем так значит все ресурсы страны надо мобилизовать все для фронта все для победы а не так значит как значит одной рукой воюем другой рукой не воюем да то что бесит собственно говоря всех этих зэп-авторов и всех так сказать патриотическую общественность вот если он такое решение принял ну наверное тогда он ну я имею ввиду начинает национализацию полноценную но тогда может быть Белоусова сделает примером уберет Мишуйстина вот если такого решения не принял то наверное менять Мишуйстина смысла нет не представляю себе чтобы кто-то другой оказался более эффективен в этом смысле вот ну патрушева младшего разве что до вице-премьеров повысит потому что тот ну уж сколько сельским хозяйством занимается там лет 10 уже из них лет 5-6 наверное в должности министра вы вы же знаете что в России министр сельского хозяйства теперь вице-премьер это нормально это классика современ Гельцин так повелось да но действительно важнейшая отрасль 25% населения страны вот поэтому иметь вице-премьерство это в высшей степени логично и вообще странно что имея такого папу командую такой отраслью он до сих пор просто министр да с аппаратной точки зрения это очень между вице-премьером и министром простым очень большая разница да если ты министр то у тебя даже в белом доме нет апартаментов ты туда приезжаешь на освещение и там в чужих приемных штаны протираешь куда протокольщики посадят да значит это вот с аппаратной точки зрения чувствительная история и я думаю что глядя на то как усиливается патруша вот сейчас подъедает так сказать Шойгу да ну логично предположить что все-таки он сын патрушева станет ицепримером хотя с другой стороны мы с вами уже это обсуждали как-то значит то что путин любит ну если один там по одному параметру усилился да то надо его осадить по-другому вообще про то что патрушев может себя преподносить как человек который поднял российское сельское хозяйство это действительно так я об этом писал еще значит в 22-м году в конце 22-го года я делал доклад о преемниках возможных преемниках и как раз я писал что это одна из сильных сторон патрушева да и там есть на самом деле претензии к нему очень много чисто профессиональных отраслевых особенно в период его работы в Россельхозбанке вот критика есть и как министр там есть аргументы в пользу того что на самом деле это не благодаря ему как все произошло но тем не менее факт есть факт при нем сельское хозяйство действительно очень серьезно выросло и часть вот путинской доктрины продовольственной безопасности он себя действительно показал молодцом и тем более странно что он в переставках ходит то есть занимается важной темой сын уважаемого человека добивается успехов ну казалось вообще ну все один к одному но пока нет ну собственно поэтому я говорю что если какие-то перемены случатся то велика вероятность что вот Патрушев получит лице-премьерство но с другой стороны смотрите вот сына Юрия Ковальчука мы это тоже с вами обсуждали отправили на совершенно заштатную должность пока в администрацию президента да и если на этом фоне сын Патрушева вырастет ну это такая разбалансировка системы очень серьезная да Путин ну они у него все должны быть примерно на одном уровне да а тут значит эти растутчики да вот это кураторы политического блока так сказать опускаются вниз включая и их сыновей то есть сын Патрушева явно уже так фигура ну которая претендует с учетом статуса на преемника да очевидно что это будет проинтерпретировано так если он станет вец-премьером а сын Юрия Кольчука наоборот значит не извергнут куда-то тартарары там вот Путин такие разбалансировки раньше не любил да ну правда сейчас все меняется поэтому может быть может быть теперь любит как все все Продолжение следует...